доброе утро друзья вон утки гуляют по травке им хорошо зеленая трава башкирки а я иду пешочком прогуляться по есенской до нади с володей ветер сегодня ветер за кладбищем у нас очень много грунта может быть это специально привозят что потом зачерпывать и продавать я так думаю площадка как это то грунта этого много надо куда-то возить ежевика но колючая часто летом здесь бывает собирает она колючая а я по тому маршруту по которому пешком ходил вот она весна еще деревья как говорится не покрытой листвой и видны палочки там вдалеке белые это укрепление плодовых деревьев садах потом мне александр мастрей как мастер прошу прощения александр мастренко до написал что вот тот химикат который мы использовали это используется на садах промышленных что лучше в следующем году используют что-то другое но мы попробовали по крайней мере у нас в прошлом году вообще как бы абрикосы не очень хорошо было мало да но у всех было мало принципе но так червоночные есть то есть не червяки а вот именно темные пятна от этого заболевания различные абрикосы да пашка парша вот и поэтому мы решили в этом году все-таки радикально обработать деревья что в следующем году применить действительно что-то другое бордовскую жидкость но мы ее применяли прошлом году но она без результативная поэтому попробуем вот этим вот химикатом что дальше будет как бы не хочется потерять деревья которые мы посадили такие дорогие и долго ждать от них потом чтобы пошли пошло это пошли уже фрукты ягоды это все надо потом долго ждать поэтому не хочется чтобы это все затягивалась лучше обработать хотя бы один раз толково ну и плюс ко всему мы всякие удобрения ложили в том числе и обычные после дров остающийся пепел рассыпали деревьях и поливала потом дождем это все так что прикормку они получили хорошую плюс ко всему мы еще там специальные такие удобрения посмотрим конечно приятно покупать дом уже с готовым садом меньше возни а когда вот ничего и новый растишь это как минимум пять лет и мы не сразу с первого года посадили сад так как у нас кто раньше смотрел видео очень печально было зрелище нашего огорода заросшего затасканного буреломом всякими останками поэтому пришлось очень долго времени применять чтобы очистить все это так что не просто так вот как вот здесь чистое поле и ты вспахал и все и садись первого года урожай ну и там деревья можешь посадить садовые так что нам это далось довольно долго и дорого да вы знаете находясь в москве как ни странно ты ходишь очень много и физическая подготовка там практически я уже много раз говорил достаточно суровая для москвичей то есть они ежедневно если они идут на работу они очень много идут пешком и вообще даже для прогулки тоже много идут пешком то здесь расстояние такие до города или до моря что пешком идти слишком далеко лучше применить машину автомобиль а соответственно автомобиль не дает развитию мышц и приходится много сидеть в кресле поэтому иногда надо делать все таки вот эти походы я даже после москвы чувствую себя лучше честно скажу чем находясь дома приусадебный участок когда вы на нем работаете это физический труд это не совсем то что нужно это это усталость совсем иная то на позвоночник сказывается какие-то тяжести носить это все не спорт а вот ходьба это совсем другое здесь как говорится только одна польза даже сейчас к наде с володей прошел дальним курсом сейчас мне будет отворот а дома них там можно было пройти напрямую но решил побольше пройти плюс ко всему я еще потом под пешком пойду магазин в общем сегодня сделаю где-то наверное километра 4 пешего такого похода и это хорошо был один комментарий по поводу хлеба белого что он якобы у вас сырой не пропечен это неправда пропекся абсолютно пропекся мука такая выбеленная белые магазины без добавления ржаной просто проблема была в другом я слишком много муки положил на закваску и когда она настала подниматься то не было уже места и мы включили печку уже на изготовление хлеба такой ветер сильный что приходится выключать камеру все сделал поворот надеюсь здесь будет слышно не так сильно будет ветер задувать камеру так вот я слишком плотный хлеб сделал надо было чтобы закваска поднялась еще но место уже не хватало и перекладывать все это было уже поздно поэтому учитывая такую особенность закваски что она очень хорошо поднимает закваска заметьте дрожжей нет запаха от закваски нет даже кислого нет понимаете то есть на такой свежий сметанный запах от закваски но кислоты этой нет и сделаю уже не 500 грамм как брал муки а 400 там вода еще вес берет 400 грамм вполне муки на буханку хлеба хватит на эту форму вот и тогда он поднимется еще больше надо было ждать и потом было удивление 1 1 комментатор что три часа поднимался уважаемая на закваски вообще-то поднимается хлеб и до 6 часов это закваска они дрожжи не путайте хрен с пальцем понимаете грубо вот так вот потому что многие такие дилетанты совершенно не понимает как работает закваской как работает дрожж дрожжи для того и предназначены чтобы хлебопроизводство было очень быстрым рентабельным поэтому бездрожжевой хлеб и стоит дороже что проблема то не в том чтобы закваска его поднять а проблема в том сколько это будет по времени поэтому ни один хлебозавод такой конкуренции не выдержит потому что закваской хлеб будет подниматься дольше понимаете поэтому это не рентабельно лучше вам 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 скормить хлеб с дрожжами это намного выгоднее быстрее кто не понимает таких вещей начинает заявлять так долго так у долго в том то есть смысл что пара ставится долго надо выдерживать потом еще смешивается и снова поднимается чтобы уже форме поднялось и ну просто вот в этот раз много муки положил и получился хлеб очень плотным можно есть но желательно чтобы он более такой крупные были ячейки воздуха в булке вот она обманчивая дорога кубани я иду и мне очень удобно она как почти как отсев кто знает что такое отсев тот знает идешь и твердая почва но стоит выпасть дождю здесь такое месиво и налипает столько грязи что просто идти здесь кошмарно это не та грязь как говорю дальневосточная много раз об этом говорит это суровая липкая грязь поэтому очень обманчивая это к чему говорю когда вы выбираете свое жилье будущее смотрите на эти дороги что потом не утонули когда будете идти к своему дому дом может будет такой ровненький красавец а дорога к нему будет идти безобразная глинистая в то же время смотрите на состав дороги где много камня вот эта дорога поперечная она но здесь от лужи да но она не будет тонуть потому что здесь в ней очень много камня она уже отсыпана вот это вот единственная улица западная который так вот идет там около кладбища на вообще шикарно отсыпано там даже когда дождь все равно ты спокойно идешь или едешь ну грязно но не так так это соседские козы это надя с и так надев по проведал с володей мы бильярдную партию сыграли снимать ничего не стал побеседовали вот только вышел от них я просто смотрю здесь деревья подпилены все как полагается все странники убраны тоже дорожка такая улица гоголь называется так море туда дорогах тоже когда дождь но тут камни есть но такая корявенькая дорожка вот типичные дома старенькие саман штукатурка саманная такие вот вся кубань была построена на них фундамента нет просто подсыпка и вперед вот еще царизм уже почти развалился дом здесь ремонтировать его бессмысленно бесполезно такой дом по идее надо когда-то если вдруг хозяева надумывать строить новый сносить большинство кто смог когда-то вот эти все кирпичные дома вот такие же саманные дома как вот мы видели закрывали вот так кирпичом и все вот те получается типа кирпичный дом некоторые чтобы подешевле вот так вот сайдингом оклеют швы положат вот эти вот на крыше вот эти вот гнутые оцинкованные железки и получается вроде как прилично хотя там такой же саманный дом здесь не знаю почему но постоянно грязная лужа и она никогда не засыхает как будто вода суда какая-то стекает и что вот повернул на шевченко улица березоньки высокие хорошие и все вперед по улице шевченко на асфальтовая уже говорил когда-то что если бы советский союз продолжал бы жить здесь бы появился бассейн во первых тут и так было дофига всего кроме бассейна это акционы для детей то все улицы бы в конце концов были заасфальтированы и было бы довольно неплохая станичка с асфальтированными улицами и газ был бы у всех однозначно видите уже почки скоро листики по вылазят деревья носу но ветер еще прохладный парковая зона около д.к. вроде как будто что-то намечали здесь реконструкцию но об этом слухи ходили не знаю как это правда или нет но вот утро следующего дня дождь на весь день с перетекающим на ночь и на следующий день тоже дождь поэтому принципе ничего показывает собственно говоря нечего пока друзья пока 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 пока